Здравствуйте, дорогие зрители! Я Татьяна Тайгильдина, психолог, гештар-терапевт. Что бы я хотела рассказать о себе, о своём пути в психологии? Это было давно, это было очень давно. И когда я поступала на факультет психологии, основная моя идея была — это логопедия. Я бы хотела быть тогда логопедом. Но за пять лет обучения что-то поменялось в структуре кафедры и в дипломе записи логопед нет. Но есть диплом психолога. Но когда я окуналась, погружалась в психологию, и чем больше я погружалась, тем больше я в неё влюблялась, тем больше мне интереснее становилось, тем больше это становилось понятнее. И включаясь, проживая и обучение, и начиная работать, я понимала и понимаю, что я другого больше ничего не хочу. Как-то логопедия сама собой ушла в сторону, осталась психология. И на пути этого становления, наверное, как и многие психологи, я пробовала разные методы, разные подходы. И как-то оно отваливалось. Вроде бы изучаю что-то интересное, что-то неинтересное, но в работе не получается. Не находила свой отклик, свое понимание. Затем я задержалась в экзистенциальном подходе. Достаточно долго я в нём задержалась, мне было интересно. И были результаты в работе, и как свои личные результаты, и результаты клиентов. Но одно место, в котором я как будто остановилась, в вопросе выбора, когда нужно выбирать или так, или так. Да, всё понятно. Здесь свои плюсы-минусы, здесь свои плюсы-минусы. А вот эта вот точка выбора, сил нет шагнуть в ту или в другую сторону. И это место стало для меня трудным. В экзистенции я выхода здесь не нашла. Да, я человек, я выбираю, а сил выбрать нет. И вот в этом месте мне помог гештальт. Именно гештальт даёт возможность понимать, осознавать вот это место, почему я здесь не могу выбирать. То есть у любого сопротивления всегда есть причина. И когда мы пытаемся проломить это сопротивление, когда заставляем, ну ты же человек, делай. А у человека сил делать нет, и тогда появляется вина, стыд появляется. И чем хорош здесь гештальт, это не надо заставлять делать. В гештальте есть возможность разбираться, а что происходит-то здесь, почему я не могу делать этот выбор. И когда становится понятно, почему не могу делать выбор, там открывается столько возможностей, столько силы, и тогда не надо ничего преодолевать, не надо ничего заставлять. Этот выбор получается естественным. Это вот один из моментов, почему гештальт.